Добрый вечер, господин Азиведа. Спасибо вам за то, что смогли найти для нас время. Можем ли мы поговорить о текущем сотрудничестве между Казахстаном и Всемирной торговой организацией? Это действительно очень тесное сотрудничество. Это особенно поразительно, учитывая, что Казахстан является страной, не так давно присоединившейся к ВТО. Однако у нас сложились очень хорошие отношения. Казахстан очень активен на всех встречах. Постоянный представитель Казахстана при ВТО является председателем переговорного органа нашей организации. Это говорит об уровне участия и вклада вашей страны в работу нашей организации. К тому же Казахстан в июне следующего года в городе Нур-Султан будет принимать министерскую конференцию ВТО. С самого начала наших отношений у меня была возможность общаться на высшем уровне с первым президентом Казахстана Нур-Султаном Назарбаевым. И я уже дважды был в вашей столице и должен вам сказать, что столько раз мне удалось посетить немногие страны-члены ВТО. В целом у нас очень интенсивное, очень продуктивное и очень приятное сотрудничество. Как вы оцениваете участие Казахстана в работе ВТО, как одной из недавно присоединившихся к организации стран? Это очень продуктивное участие. Когда в ВТО вступает новый член организации, этим странам обычно нужно некоторое время, чтобы включиться в нашу работу. Они наблюдают, смотрят, им нужно время до того, как они начинают действительно активно и продуктивно участвовать во встречах и переговорах. Но Казахстан не нуждался в таком льготном периоде. Переговоры о вступлении вашей страны были очень интенсивными и это очень помогло. Потому что вся переговорная группа по вступлению была хорошо осведомлена о том, чем мы занимаемся, что из себя представляет ВТО. Ваш постоянный представитель при нашей организации была в то время лидером команды по переговорам о вступлении и имела очень хороший уровень знаний и представлений обо всем этом. Я считаю, что сегодня Казахстан необычно активен в своей деятельности, как страна-член ВТО, которую очень высоко оценивают другие государства-члены нашей организации. Казахстан уже участвует в очень важных переговорах. Например, в переговорах по электронной торговле и других многосторонних инициативах. И мы очень рады весомому уровню вклада, который вносит Казахстан в деятельность нашей организации. Что вы думаете о роли Казахстана в развитии региона? Я думаю, что Казахстан может быть важным лидером в регионе. Именно благодаря тому, что вовлечен в систему многосторонней международной торговли. Есть и другие страны в регионе, находящиеся сегодня на пути вступления в ВТО, и подобного рода опыт и знания могут вдохновить и эти государства. У Казахстана открытая экономика, интегрированная в глобальные торговые потоки. Это также может служить своего рода вдохновением для них. Поэтому я очень позитивно думаю о перспективах Казахстана по оказанию позитивного влияния на то, чтобы со временем в глобальную экономику вошел весь регион Центральной Азии. Как известно, 12-я министерская конференция ВТО состоится в Нур-Султане следующим летом. Как идет подготовка к ней? Да, действительно. Вместе с Казахстаном мы очень интенсивно готовимся к 12-й министерской конференции ВТО. Я недавно побывал в Нур-Султане, где имел возможность осмотреть здания и помещения, в которых будет проходить будущая конференция. Поговорил с сотрудниками по организации проведения встреч и остался доволен тем, что увидел. Но помимо этого, сама суть того, к чему мы готовимся и, надеюсь, о чем договоримся на 12-й министерской конференции, это также очень важно. Мы планируем рассмотреть такие традиционные сферы, влияющие на развитие стран, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Но мы также работаем и над новыми проблемами и вызовами в группах стран-единомышленниц. Например, над такими очень важными проблемами, как развитие электронной торговли, малого и среднего бизнеса, внутреннего регулирования услуг, расширение прав и возможностей женщин и содействие инвестициям. Но есть и еще ряд очень важных проблем для обсуждения, которые могут оформиться уже к моменту проведения 12-й министерской конференции ВТО в Нур-Султане. Вы не раз бывали в городе Нур-Султан. 6 июля нашей столице исполняется 21 год. Каковы ваши впечатления и что вы можете пожелать казахстанцам в этот день? Я был очень впечатлен вашей столицей. Это очень современный и хорошо расположенный город. Он как нельзя лучше подходит для столицы такой большой страны, как ваша. Я считаю, что была проделана большая работа для ее становления и развития. Большие города сложно проектировать, развивать и поддерживать их жизнь. Как я уже сказал, я был там дважды и был очень впечатлен. В канун 21-й годовщины столицы я поздравляю народ Казахстана и в особенности жителей Нур-Султана с этой знаменательной датой и желаю вам всего самого наилучшего. Большое вам спасибо, господин Азиведа, за участие в программе. Благодарю вас за интервью. Я с удовольствием. Спасибо вам большое.